Интересная новость, которую придётся проиллюстрировать общими кадрами, снятыми на территории фирмы ВИЗ-Авто, дочернего предприятия Автоваза. Автогигант модернизировал коммерческую версию классической Нивы, выпуском которых как раз занимается ВИЗ-Авто. Полурамные полноприводные грузовички ВИЗ-2346 теперь имеют грузоподъёмность до 800 килограммов вместо прежних 600. Правда, этот показатель приводится для базовой модели с двухместной кабиной и бортовой платформой, а у остальных модификаций полезная нагрузка меньше. Инженеры усилили кузов, а также доработали соединение между кабиной и полурамой. Модернизацию провели по просьбе российских спасателей, у которых грузовые Нивы постоянно работают с полной нагрузкой. Стоит новая версия на 100 тысяч рублей дороже старой, но раньше грузовичкам полагалось АБС, а теперь нет. Кроме того, после длительной паузы, вызванной дефицитом комплектующих, ВИЗ-Авто возобновила сборку внедорожников Лада Нивы Бронта, сообщает паблик Автоград Ньюс. Эту версию фанаты называют «супер-Нивы». Такая машина отличается грязевыми колёсами, увеличенным клиренсом, усиленной трансмиссией и некоторыми другими доработками. А вот двигатель остался стандартным. Более мощную версию, напомним, готовит другая вазовская дочка — фирма Лада Спорт. В прайс-листах марки Лада указано, что Нива Бронта сейчас не производится. Цены тоже указаны старые — от 1 миллиона 135 тысяч рублей. Но вскоре автогиганту придётся обновить страничку моделей. Как сообщает газета «Ведомости», АвтоВАЗ испытывает острый дефицит краски. Притом нехватка лакокрасочных материалов ощущается на протяжении достаточно долгого времени, как минимум с прошлого ноября. По этой причине компании пришлось серьёзно ограничить цветовую палитру автомобилей Лада. Так, для семейства Гранта сейчас доступны только чёрная и белая эмали, а для обеих Нив вдобавок предлагается тёмно-зелёный металлик. До ужесточения антироссийских санкций поставщиками красок выступали немецкая, американская и славянская фирмы. С весны 22-го года заграничные концерны отказались сотрудничать. АвтоВАЗ официально подтвердил дефицит эмали, но заверил, что скоро проблема будет решена. Сейчас автопроизводитель переходит на продукцию российских фирм. Редактор субтитров А.Семкин